Добрый день! В эфире Парасад, программа Североказахстанского государственного университета имени Монаша Кузыбаева. Сегодня последний эфир в 2019 году и проведем его мы, Александра Гаурт и Алишер Ашимов. Здравствуйте! Уже совсем скоро наступит Новый год и в нашем вузе встречаем его с хорошим настроением и светлыми надеждами. 2019 год в Казахстане был объявлен Годом молодежи. Пристальное внимание государству было направлено на научные проекты начинающих ученых, стартапам и бизнес-идеям. Состоялся ряд мероприятий, направленные на развитие юных талантов в культуре, спорте и общественной работе. Все эти направления нашли поддержку в нашем университете. Торжественное закрытие Года молодежи в СКГУ собрало самых креативных и активных ребят. 2019 год подходит к концу и самое время подвести его итоги. В нашем вузе на церемонии закрытия Года молодежи провели торжественное вручение премии «Лучший студент СКГУ». Были названы имена победителей в 11 номинациях. Отметили заслуги ребят в спорте, учебе, творчестве, общественной жизни и, конечно, науке. Вячеслав Чинишлов ведет серьезные исследования с первого курса. Проблематика его научных интересов обширна и актуальна. Это прекрасно, что университет оценивает твои труды. Мы вместе с моим научным руководителем Людмилой Александровной Гривиной работали на протяжении всего года, не покладая рук, можно сказать так. За этот год мы написали научный проект на тему религии, религиоведения. Называется он так «Генезис религиозности в Казахстане от тюрков до современности». Актуальная сейчас тема. Вести мероприятие – дело нелегкое и очень ответственное. Об этом не понаслышке знает Дарья Дмитриева. Сегодня на закрытии Года молодежи на этом мероприятии я вместе с своим соведущим, Сагандыком Сарсеком, номинирована в номинации «Лучшая ведущая». Мне нравится быть всегда в центре каких-то событий. Мне нравится, когда вокруг меня что-то кипит, особенно в студенческих мероприятиях. Это очень весело. Я, наверное, имею активную жизненную позицию, скорее всего, поэтому мне это интересно. Под звуки фанфар щеголяя по красной ковровой дорожке – совсем как звезды телеэкрана. Это право. Они заслужили своим умом, упорным трудом и активной гражданской позицией. А еще – помощью людям, нуждающимся в этом. Мне очень приятно, здорово, что мой труд был оценен. Я уже второй год работаю волонтером в Солнечном доме и очень счастлива, что являюсь частичкой этой большой семьи. Солнечный дом – это общественный фонд для детей и взрослых с синдромом Дауна. Я являюсь преподавателем живописи таких деток. Всего в этот день наградили 15 лучших студентов из КГУ имени Монаша Козбаева. Здорово, что университет преобразился к Новому году. В каждом корпусе поставили елки и праздничное украсили фойе. Конечно, традиции новогоднего украшения своего жилища уходят далеко в прошлое. Это поднимает настроение и эмоции. Я прошелся по всем корпусам университета и оценил праздничное убранство и дизайнерские таланты наших сотрудников. Обычай украшения новогодней елки ведет начало с Петровской эпохи. Согласно царскому указу 1699 года, предписывалось ввести летоисчисление с 1 января. Давались также рекомендации по организации новогоднего праздника. В его ознаменование в день Нового года было велено пускать ракеты, зажигать огни и украшать дома хвойными деревьями. Наряжали яркими красочными украшениями – стеклянными расписными шариками, мишурой, свечками и, конечно же, шишками, сушками и конфетами. Мы ставим елку, желательно, конечно бы, свежую, потому что, чтобы вот этот запах ели, он был на протяжении всего месяца в доме присутствовал. Обязательно украшаем и ставим елку, да. И под елку, естественно, новогодние подарки. Следуя традициям, во всех корпусах университета установили зеленые новогодние красавицы, украсили фойе, лестницы и окна. Все это подарило праздничное настроение обучающимся педагогам и сотрудникам. Новый год – это время подводить итоги. Мы подходим к нему с отличными результатами. Наш университет вошел в десятку лучших многопрофильных вузов Казахстана. И это факт не может не радовать. Я поздравляю весь коллектив и желаю от всей души здоровья, благополучия. Пусть новый 2020 год принесет нам всем только новые победы, яркие достижения. Новый год – волшебное время для каждого человека. Когда мы ждем чудес, сердца наполняются любовью, а дом – невероятной праздничной атмосферой. Вот, это тебе, Саша. Новогодний подарок от меня. Символ 2020 года. Спасибо. А ты знаешь, что 2020 год по восточному календарю белой металлической крысы. Говорят, что он будет успешным и активным, как и само животное. Надеюсь. А чтобы это выяснить, наш корреспондент Нина Шерстова встретилась с символом предстоящего года и узнала о нем много интересного. В связи с тем, что Новый год уже совсем близко и 2020 год – это год белой металлической крысы, мы решили лично все узнать и пригласили в гости яркую представительницу этого вида грызунов – Маруся и ее хозяйка Милана. Привет, Милана. Здравствуйте. В марте ей исполнится два года, а в общем она мне полтора года. Были ли у тебя какие-то другие домашние животные? Может быть, есть какие-то особенности в ухаживании? Может быть, она любит какие-то определенные продукты? Был кот, кошка, а потом я решила завести себе крысу. Перед Маруся была Джулия, а сейчас в нем Руся. Особенностей каких-то нету, просто любовь, ласка, забота и все. Даю ей печеньки, морковку. То, что сами едим, то и она есть. Буквально все. Какие есть привычки и повадки особенные, которых ты не наблюдала у своих других питомцев, которые прямо выделяют на Руся и могут сказать, что вот она яркий представитель в своем виде? Кошки у меня не грызли абсолютно ничего. С появлением крыс в доме стало очень тяжело, когда приходишь домой и смотришь, что у тебя дырка в пледу или в подушке где-нибудь. Вот как у любого человека, у нее, может быть, тоже есть какой-то свой распорядок дня, любимые занятия, может быть, вещи какие-то любимые. Она завтракает, потом ложится спать. До обеда она спит. Я прихожу, кормлю ее, мы с ней играем. Получается, отглажу я ее, возможно, даже разговариваем с ней. Потом я ухожу на тренировку, она спит и ждет вечера. Вечером мы тоже с ней играем. Она гуляет, играет, потом спит. В разных культурах крыса символизирует семейный достаток, денежный достаток, успех, самодостаточность. Может быть, для тебя самой крыса есть какой-то символ? Ну, для меня крыса, наверное, символ семьи, любви и нежности, спокойствия, возможно. Может быть, нам стоит чего-то ожидать от этого года большого, грандиозного? Может быть, сама крыса нам, как символ, скажет о чем-то? Крыса скажет о том, что не нужно бояться преград. Милана, я предлагаю тебе провести гадание, и чтобы Маруся нам сама рассказала, показала, что нас ожидает в следующем году. У нас есть книжка, деньги и ангелочек. Ангелочек — это у нас символизирует семью. Ну, деньги — соответственно, достаток, а книги — это духовное развитие. Маруся выбрала, нас ожидает успех на работе, нас ожидает большой достаток. Поэтому мы с удовольствием будем ждать этого и с нетерпением также ждем Нового года. Милана, спасибо большое, что приняла участие в нашей программе. Также мы хотим поблагодарить Марусю. Она оказалась нашей сегодняшней главной героиней. Мы хотим поздравить вас с Новым годом и надеемся, что в новом 2020 году все пожелания Маруси обязательно сбудутся. Спасибо за твой подарок, Алишер. У меня тоже для тебя есть кое-что. Спасибо, Саша. Какие еще подарки можно сделать своими руками и вручить своим родным и друзьям, я узнала у студентки специальности дизайн Анны Чумейко. Сегодня мы сделаем новогодний подарок своими руками специально для вас вместе с дизайнером третьего курса Анны Чумейко. Привет, Аня. Привет, Саша. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя предновогоднее настроение. Да, у меня есть новогоднее настроение, я хотела бы поделиться им с остальными. И что мы сегодня будем делать? Мы будем делать необычные елочные игрушки из подручных материалов. Расскажи, пожалуйста, что нам для этого понадобится? Для этого понадобятся обычные лампочки, блестки, клей и ленточка. Какой новогодний декор сейчас в моде? Сейчас становится очень популярным наряжать елки и украшать помещения под цвет новогоднего символа. Наступает год металлической крысы, поэтому мы будем использовать серебристый металлический цвет. Ну что, приступим к изготовлению нашего новогоднего подарка. С чего будем начинать? Для начала мы намажем наши лампочки клей обува. Лампочки можно брать любые, да? Абсолютно любые, которые вам понравятся. Аня, расскажи, пожалуйста, как ты решила стать дизайнером? Вообще, я хотела поступить на тату-мастера, но мне нужно было художественное образование, и я решила поступить на дизайнера в наш университет. Ты с детства любила рисовать? Да. Мы намазали лампочку клей МПВА, и что мы будем делать дальше? Теперь мы берем блестки и посыпаем лампочку. Как ты планируешь отмечать этот Новый год? С кем встречать? Я планирую поехать домой и отметить Новый год в кругу своей семьи. А для тебя Новый год это какой-то особо значимый праздник, ну или обычный? Я всегда с нетерпением жду Новый год. По традиции у нас завелось отмечать его всей семьей. Даже если кто-то находится в разных городах, на Новый год мы обязательно вместе. И когда такая красота будет готова? Сколько клею придется сохнуть? Клей МПВА очень быстро засыхает, поэтому минут 10 вполне достаточно. Я знаю, что ты делала книгу в новогодней тематике. Не хочешь ли ты нам ее показать? Да, я могу вам ее продемонстрировать, пока наши украшения будут сохнуть. Как у тебя родилась такая креативная дизайнерская идея о подаче книги? Вообще случайно. На самом деле для начала я купила пенопластовый снег и хотела украсить только обложку книги. Мне некуда было его высыпать, я решила высыпать его в обычную коробку. Потом я положила книгу сюда и родилась идея о том, что пенопласт похож на сугроб и лучше будет подать книгу так, так как она называется «Почему снег белый?» А сколько у тебя ушло времени на создание такой шикарной работы? Примерно дня два. Так быстро? Мне кажется, это так сложно, я бы никогда не смогла за два дня создать такую замечательную красоту. Расскажи, с чем у тебя ассоциируется Новый год? Новый год у меня ассоциируется с домашним уютом, наряженной новогодней елкой, кучей гирлянд, мандаринов и оливье. Классно, это классика жанра просто. У меня такие же ассоциации с Новым годом, это домашний семейный праздник. Ну что, давайте вернемся к нашим игрушкам и посмотрим, что же у нас получилось. Вот такая красота, серебристые елочные игрушки. Аня, расскажи, что нам делать дальше? Дальше мы привяжем наше украшение на ленточку, чтобы можно было повесить на елку. Ленточку мы можем выбрать абсолютно любую? Да. Для украшения наших игрушек мы выбрали золотистые ленточки, чтобы придать еще больше новогоднего шика. А теперь мы упакуем наши новогодние подарочки. Мы взяли обычную крафтовую коробочку и сложим это все туда. Для упаковки подарка вы можете выбрать абсолютно любую коробку, какая вам понравится. А у нас получилась вот такая красота. И ее можно смело дарить своим родным и близким на Новый год. Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом. И желаем побольше ярких моментов в жизни. Самые музыкальные и творческие ребята нашего вуза обучаются на педагогическом факультете на кафедре музыкальных дисциплин. Убедиться в этом вы сможете прямо сейчас. Традиционно они дарят свое поздравление нашим зрителям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На этом наш предновогодний выпуск подошел к концу. Уже через неделю мы с вами увидимся в новом 2020 году. Смотрите нас на сайте skgun.nkzu.kz, о новости университета также читайте в социальных сетях Инстаграм, Вконтакте, Фейсбук. Еще раз с Новым годом! До свидания! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok